Всем доброго времени суток. Мы находимся на объекте Веденеева. Двухкомнатная квартира, около 60 квадратов. У нас уже идет этап чистовой отделки. Произведена поклейка флизелина. Сейчас мы находимся в комнате прихожая. Как вы видите, за мной входная дверь. Входные двери мы укрываем на этапе производства ремонта работы, чтобы двери не пачкались и не были повреждены материалом. Произведена клейка флизелина. Флизелин под покраску. И сверху произведена покраска уже в один слой краской. Краску мы использовали Тикурилу Джокер. Колер у нее H484. А1. А это есть два типа краски. Первая С и А. А это белая краска основы. И С это прозрачная основа. То есть в зависимости от основы краски у вас получится насыщенность оттенка либо светлее, либо темнее. То есть вы выбираете на это, нужно обратить внимание. Также у нас здесь сейчас складируется мусор. Мусор мы складируем в одном из помещений в центре, чтобы была возможность удобства работ, произведения работ. И непосредственно, впоследствии, разом его весь вынести, не собирать по всей квартире. Дальше. Также у нас произведена поклейка флизелина и окраска в один слой коридорчика. Кухонная часть и части гостиной. То есть эта стена у нас покрашена. Со стороны окна у нас выкрашена краска. И со стороны непосредственно гостиной входа в кухню. На этой стене, мы сейчас находимся в гостиной, на этой стене у нас будут поклеены классические обои. То есть флизелин, но те обои, которые продаются в магазине с рисунками, с текстурами и так далее. То есть эта стена у нас будет оклеена классическими обоями. Флизелин под покраску у нас поклеен, покрашен флизелин. И только после этого мы наклеим классические обои. То есть чтобы у нас была возможность аккуратно произвести покраску и впоследствии аккуратно наклеить обои, чтобы нигде краска не доставала обои. Также у нас покрашены уже трубы отопления. Трубы отопления у нас сначала загрунтованы. Впоследствии покрашена краска текурила. Тот же колер, но название краски другое. Красочку мы использовали здесь Mirapol, специальная краска для металлических поверхностей. Дальше сейчас пройдем в комнату, могу показать комнату санузел, то есть здесь произведена уже укладка кафельной плитки и поклейка флизелина и непосредственно покраска. В ванной комнате у нас также произведена укладка кафельной плитки, как на полу, так и на стенах. В туалете то же самое, в туалете она укрыта, чтобы не было повреждений. Сейчас пройдем в комнату спальня. В спальне у нас подготовлены стены, то есть произведена шпатлевка стен, грунтовка стен и впоследствии сейчас у нас будут также оклеиваться обои классические по всему периметру комнаты. То есть здесь у нас будут классические обои. На одной стене у нас будут обои горошек, на трех других стенах у нас будут партнеры обои в полосочку. Сам заказчик выбирал обои, то есть нам сейчас осталось только покрасить. На что хочу обратить внимание, у нас будут выкрашены откосы оконные, как в тех помещениях, которых мы до этого были, так и в комнате спальни, в белый цвет. Стены трубы окрашены той краской, которая покрашена всей стены. Это колер H484. На что нужно обратить внимание, обязательно трубы грунтовать перед покраской, чтобы улучшить сцепление краски и защитить трубы от непосредственно ржавение, окисление поверхности и других каких-то повреждений и неровностей. Впоследствии у нас после чистовой малярки у нас будет производиться уже установка электроустановочных приборов. Вот, наверное, на данном этапе все. И уже непосредственно сначала у нас будут здесь производиться работать по натяжным потолкам, по обрядчику у нас будет работать, мы такие работы не производим, то есть у нас здесь будут по всей квартире натяжные потолки. Можно сначала сделать пол, потом потолок, или наоборот потолок, потом пол, но так как здесь будет работать какая-то команда людей, чтобы не повредить венопольное покрытие, которое будет уже чистовое, непосредственно сначала делается потолок натяжной и впоследствии уже укладка ламината. Ламинат у нас здесь будет ровно 8 миллиметров с подложкой, 2-3 миллиметра, потому что у нас уже уложен кафель и уровень кафеля и чистового пола у нас будет в один слой. Кафель у нас уложен в ванной керамогранит, то есть толщина кафеля и толщина клея полтора сантиметра. И в эту плоскость мы будем выходить чистовыми материалами уже основного пола. Затем у нас будет производиться также монтаж дверей, дверных коробок. На данном этапе я вам все рассказала. Если у вас какие-то вопросы остались, задавайте. До следующих встреч. Буду вас держать в курсе, как у нас здесь производится ремонт. И с какими моментами мы сталкиваемся, какие вопросы решаем. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова